Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Когда у меня спросили, прочитала я вопрос в комментариях, есть ли у меня в огороде цветы. Я очень удивилась, потому что я про все цветы свои снимала в прошлом году видео, все это есть на канале. Я снимала видео и про лилии, и про колокольчик точечный, про колокольчик компанула, про водосбор, про пионы, про флоксы, про все. Но, по-моему, про хосты не снимала. У меня в каждом углу в огороде есть цветы. Вместе с томатами колокольчики, вместе с перцами вот здесь вот хосты. Но сегодня хочу говорить про хосты. Хосты до сих пор у нас на рынке, остаются одним из дорогих цветов. Если вот покупать, например, корень хосты, такой взрослый, у нас можно увидеть ценник 200, 300, даже 400, в зависимости от сорта. Видите, они разные. Есть вот пестролисты, есть вот такие окаймленные, есть простые гофрированные. И я, глядя вот на такие высокие ценники, всегда думала, ну, 2-3 экземпляра покупать смысла нет. Они же хороши, очень красивы в групповых посадках, в каких-то композициях составленных. И я тогда задалась целью, думаю, куплю 2-3 вида разных и размножу себе. Будет очень много, потому что проезжая как-то по улице, ну, по одной из улиц нашего города, я увидела, что около дома, около одного частного дома, прям заросли хосты. Вот видно, что вот ее много, много, но заросли хосты. И я тогда, у меня такая мечта, желание появилось. Хочу такие же заросли хосты. Я начала изучать, начала статьи, читать, как размножать все. Ну, короче, начала, занялась размножением. Я просто не знала, что, как сказать, когда я начала размножать, я думала, ну, вот посажу, половина что-то приживется, что-то не приживется. Размножала разным способом, отделением кустика и там прикорневой пяточкой, листик с прикорневой пяточкой. Но, к моему удивлению, вот все, что я высадила, прижилось все. Вот даже вот эти вот, которые я из листика с пяточкой, они уже все вполне взрослые растения. И я по своей глупости натыкала их по всему огороду. Вот это вот только один участок. Такие же участки у меня под вишнями, под грушами, за теплицей. И во всех уголках, вот, вон там, вот видно или нет, вон, видите, везде хосты, хосты, хосты. И получилось, что через два года хоста начала захватывать мой огород. Вот я тогда поняла значение выражения. Бойтесь своих желаний, возможно, они сбудутся. Сбылось мое желание. У меня появились заросли хосты. У меня здесь заросли хосты, под грушей заросли хосты. Везде эта хоста, она пышет, вот, видите, как она, она разрастается, она занимает место, она вот вытесняет, уже полезла на грядку с перцами. И теперь я уже не знаю, куда ее девать. Теперь у меня пошел обратный процесс. Я ее выкапываю, сейчас буду выносить на улицу, за ограду, там, где-то вдоль периметра дома. И что я хочу сказать этим видео. Многие до сих пор мечтают иметь хосты. Это очень красивое растение. Оно многолетнее. Посадив его один раз, можно лет 10-15, может быть, даже 20, не задумываться о пересадке, о возобновлении. Ее не обязательно делить, разделять. Это даже нежелательно. Чем старше лист хосты, тем он красивее. Красивее. Но просто, вот кто люди мечтают иметь, например, какие-то там посадки, хосты, вы должны знать, я вот хочу вам посоветовать, не обязательно покупать в магазине вот такие взрослые кусты. Ее можно размножить очень легко самим. Она размножается легко и делением кустика. Вот видите, за 1-2 года из одной получается 4, 5, 7, даже 8 за один год вот таких вот. Можно купить 1 или 2 куста разного вида, подержать ее год-два и за это время размножить. Или листком с прикорневой пяточкой, или делением куста. И через 2 или 3 года у вас будет достаточное количество для того, чтобы высадить аллею хост, например, обсадить вдоль дорожки, посадить около дома. Не обязательно покупать в магазине. Вот это растение, хотя оно и дорогое, оно очень хорошо размножается, очень хорошо увеличивается. И недаром ее называют королевой тенистого сада. Выдерживает и полутень, и можете вы посадить вот эти кусты, когда будете заниматься размножением, и под вишнями, и под грушами, и под яблонями, как я. Но только не увлекайтесь. Потом не будете знать, куда ее девать. Разделяйте именно на столько кустов, сколько вам надо. Вот у меня в прошлом году я насчитала 80 или 90 кустов, но куда их девать, я не знаю. И никому они не нужны, хотя в магазине дорогие. Я кому-то соседям предлагала, никому не надо, потому что люди привыкли астру, петунию, чтобы отцвела весь год. А именно вот такая, как зеленая масса, мало кого привлекает. Они же цветут один раз в год и не очень продолжительно. Нужны всем цветы пышные. Но хоста очень красивое растение, декоративное. До самого снега оно будет с листьями. Купите один кустик и можете размножить так же, как я. Вот видите, какая хорошая, жирная, такая зеленая масса. До свидания.